Всем, кто уже проснулся и встречается в четверг вместе с нами, мы продолжаем знакомить вас с хорошими новостями и интересными людьми. Такими, например, как вокалист группы Deep Purple, Ян Гиллан. Его по праву считают одной из ключевых фигур в истории британского рок, да и всего, наверное, мирового. Его голос звучит не только в составе легендарной группы, но и в нашумевшей опере «Иисус Христос, как разлезда». С обладателем уникального голоса встретилась наша корреспондент Александра Глотова. Ян, добро пожаловать в Москву. Ни для кого из республиян не секрет, что Deep Purple – любимая группа нашего президента Днеприя Медведева. В прошлый приезд в Россию вы даже успели пообщаться с ним? Да, но это, конечно же, большой секрет. Мы сказали друг другу «Привет». Он рассказал, что является поклонником нашей группы с 13 лет, а все остальное – это уже наша личная беседа. Думаю, ее лучше все-таки не разглашать. Вы на сайте «Легенды рока». Часто к вам приходят молодые певцы за советом, как стать звездой? Стать звездой сегодня хотят все повсеместно. Это же болезнь. Для таких людей у меня нет совета. Они хотят славы, не приложившись к этому никаких усилий. Я могу дать совет только тем, кто хочет стать хорошим музыкантом. Сегодня среди звезд так много пустышек. И самое обидное, что талант часто остается не у дел, а на обложке журналов касается бездари. А что бы вы посоветовали музыкантам, которые хотят реализоваться в музыке, но пока находятся в поиске своего стиля, в поисках себя? Вот здесь у меня море советов. Когда я был юным, мне предложили работу. Исполнить одну незатейливую песню с американскими музыкантами. И предложили за это огромную по тем временам сумму денег. Но мой менеджер мне сказала, я понимаю, это неплохие деньги, но пойми, все запомнят тебя по этой глупой песенке и до конца жизни будут тебе ее припоминать. Так что подумай хорошенько. В итоге я отказался. Надо понимать, что это такой вид успеха, краткосрочный. Музыкант должен нести ответственность за свое творчество и не опускаться до банальности и глупости. Зритель совсем не глуп. Главное в музыке не быть эгоистом. Петь не для себя, а для людей. Очень дельный и мудрый совет продаете я. Но в свое время вы оставили сцену. Почему? Настолько разочаровали шоу-бизнеса. Да, я ненавижу шоу-бизнес. Он не имеет ничего общего с творчеством и креативом. Это машина, штампующая клонов, на которых зарабатывают деньги. И в этой машине нет места чувствам. Ей не знакомо слово «честь». Но я не смог бы без музыки. Она со мной с детства, поэтому вернулся. Вы исполнили главную музыкальную партию в вашей внешней рок-опере «Иисус Христос. Суперзвезда», когда брались за роль Христа. Чувствовали огромную ответственность на своих плечах? Мы довольно быстро записали мою партию. Но я действительно сначала очень серьезно отнесся к своей роли. И тогда Тим Рай сказал мне, слушай, не надо относиться к этому так серьезно. Воспринимай Иисуса не как религиозного персонажа, а как исторического, как Наполеона, например. Мы делаем не религиозную оперу, а рок-оперу. Здесь важна игра и твой талант. Обычное творчество влияет на жизнь артиста? Роль Иисуса как-то повлияла на вас? Нет, в плане религии я консервативен. Я верю в Бога, но мне не нравятся религиозные атрибуты в виде церкви и священников. Они сделали религию коммерческим проектом и зарабатывают на нем деньги. Надо понимать, что религия – это одно, а Бог – нечто другое. Он един для всех. Ян, на сцене вы прекрасны, а что еще в обычной жизни вы умеете делать так же хорошо? Спасибо. Еще я обожаю писать, это одна из форм моего самовыражения. Мне нравится размышлять в своих рассказах про листях на серьезных вещах. Бог, вечность, бессмертие, наука, теология, политика. Еще я люблю делать мебель. У меня это неплохо получается. Люблю возиться с деревом. Если бы я не стал музыкантом, то он вполне мог бы быть плотником. Ваши поклонники не перестают мечтать, что когда-нибудь вы его соедините со своими старыми коллегами. Ричи Блэкмором и Джоном Лордом. Есть шанс увидеть вас снова вместе? Мы не знаем, что у нас летит. Уличия – свой самостоятельный проект. В музыкальных коллективах важно, чтобы люди, как в семье, могли ужиться вместе. Мы не смогли. Это вопрос от разряда, есть ли жизнь после развода. Скорее всего, нет. Гастроли гастролями, а Новый год вы будете встречать дома с семьей? Да, сейчас я вижу с гастролями, но потом пять недель проведу дома. Буду расслабляться и проводить время в кругу любимых людей. А какие качества вы больше всего цените твоей супруги и дочери Грейс? Я люблю их за то, что они меня любят, но это все очень личные вещи. Ваш кумир Элвис Пресли говорил, «Моя философия жизни проста. Мне нужно кого-то любить, чего-то ждать и что-то делать. Вам есть кого любить и есть что делать. А что еще вы ждете от жизни?» Я хочу как можно дольше выступать на сцене, потому что музыка – моя жизнь. Хочу, чтобы жизнь хоть немного изменилась в лучшую сторону, и чтобы у людей было больше поводов для улыбки. Спасибо большое. Желаю вам творчества, улыбок, любви, здоровья и побольше внуков. Спасибо за такое пожелание. Спасибо.